15 ошибок, которых нужно избегать, чтобы иметь идеальную кожу. Каждая девушка мечтает быть красивой. Макияж помогает подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые недостатки. Но в первую очередь для того, чтобы выглядеть привлекательно, нужно иметь здоровую и ухоженную кожу. Мы готовы на многое, чтобы сохранить молодость и красоту лица. Но все ли, что мы делаем, идет на пользу. Мы попробовали разобраться, какие ошибки в уходе за кожей мы совершаем и как их избежать. 1. Неправильно выбираем косметику. В уходе за лицом, пожалуй, самое важное – правильно подобрать косметику. Во-первых, она должна подходить вашему типу кожи. Во-вторых, соответствовать возрасту. Неправильно подобранный уход может навредить вашей коже. Если есть сомнения, правильный выбор поможет сделать косметолог. Когда вы уже подобрали подходящий уход, не экспериментируйте. Частая смена косметики может привести к проблемам с кожей. 2. Забываем о защите от солнца. Косметологи рекомендуют для ежедневного ухода летом выбирать кремы с фактором защиты от солнца не ниже 15 SPF, даже если вы не бываете подолгу на солнце. Обладательницам светлой чувствительной кожи такие кремы стоит использовать постоянно. Это уменьшит вредное влияние ультрафиолета и поможет избежать ранних морщин и пигментных пятен. Во время отдыха в жарких странах стоит выбирать крем с фактором защиты не меньше 30 SPF. 3. Пытаемся подсушить жирную кожу. Многие совершают ошибку, подсушивая жирную кожу спиртосодержащими лосьонами или слишком частым умыванием. Эффект от этого получается обратный, кожа начинает вырабатывать больше жира, а еще обезвоживается и начинает шелушиться. Как ни парадоксально, для того чтобы вернуть коже естественный баланс, косметологи советуют использовать натуральные масла, например масло виноградных косточек или жажаба. 4. Наносим крем на влажную кожу. Некоторые ошибочно полагают, что если нанести крем сразу после умывания, это поможет удержать в коже влагу. На самом деле это миф. Лучше хорошо промокнуть лицо полотенцем, протереть тоником, дать ему впитаться и затем нанести крем на сухую кожу. Хорошо подобранный крем и тоник дадут достаточное увлажнение без лишней воды. 5. Используем сильно пенящиеся средства. Не стоит выбирать гели для лица, образующие много пены. Это признак того, что в состав входят вещества, которые ухудшают состояние кожи. Отдавайте предпочтение средствам, которые образуют минимум пены. Сухую и чувствительную кожу можно очистить вообще без умывания при помощи молочка или мицеллярной воды, а для жирной подойдет мягкая пенка. 6. Умываемся слишком горячей или холодной водой. Слишком горячая или холодная вода может навредить коже. Оптимальная температура для умывания слегка теплая. Такая вода хорошо очистит лицо и не нанесет вреда коже. 7. Часто припудриваем лицо. Многие девушки в жару слишком увлекаются пудрой. Да, это может на некоторое время скрыть блеск, но при этом забивает поры и ухудшает состояние лица. Лучше использовать матирующие салфетки. Они устранят излишнюю жирность без вреда для кожи. 8. Неправильно ухаживаем за кожей вокруг глаз. Кожа вокруг глаз очень нежная и требует особого ухода. Для этой области нужно использовать специальные кремы. Наносить их стоит легкими массирующими движениями от внешнего края к внутреннему снизу, затем от внутреннего к внешнему сверху. Очень важное правило. Наносить крем можно только на костное основание, а не на подвижное веко. 9. Забываем о губах. Сухие и шелушащиеся губы сразу портят общий вид лица. Для того, чтобы губы были красивыми и ухоженными, не забывайте регулярно увлажнять их бальзамом или гигиенической помадой. 10. Спим лицом на подушке. Для многих привычно спать на боку или на животе так, что лицо оказывается на подушке. Но это не очень хорошо для кожи. Когда во время ночного сна кожа сдавлена, это может привести к появлению морщин. Оптимальная поза для сна на спине. Так кожа разглажена и лучше дышит. 11. Растягиваем кожу, когда наносим косметику. Наносить косметику нужно только легкими массирующими движениями по массажным линиям. Так кожа будет меньше растягиваться. Массажные линии проходят от центра лица к краям. 12. Редко меняем наволочки. Косметологи советуют менять наволочки раз в несколько дней. Причина в том, что подушка впитывает пот. От этого на ней начинают размножаться бактерии. Нежная кожа лица может отреагировать на это высыпаниями, особенно если у вас жирная или проблемная кожа. 13. Не используем тоник. После умывания водой до нанесения крема стоит обязательно протереть лицо тоником. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс, сужает поры, а еще помогает крему проникать глубоким слоям кожи. 14. Часто трогаем лицо руками. В транспорте, на улице, на работе старайтесь не трогать кожу и не подпирать лицо ладонью. Это вредно тем, что с грязными руками мы рискуем занести на кожу бактерии. 15. Неправильно питаемся и пьем мало воды. Жирная пища, избыток мучного и сладкого может ухудшить состояние кожи. Косметологи советуют, для того, чтобы иметь здоровую кожу, ешьте побольше свежих овощей и фруктов и заменяйте сладкие газированные напитки чистой водой. Для хорошего состояния кожи организму важно получать витамины группы B. Для этого включайте в свой рацион спаржу, яблоки, морковь, гречку, печень. Важную роль играет цинк. Его запасы помогут пополнить яйца, морепродукты, семечки и орехи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо!